Парус детства. Чем открыл сезон городской центр культуры? Возможно ли привить любовь к классике современному поколению? Или как прошли тургеневские чтения на дворянке? Школьная форма разных лет. Новая экспозиция в Краеведческом музее. Здравствуйте. Это культурное обозрение в студии Аллы Новоженина. Городской центр культуры открыл новый сезон. На площади возле учреждения разыгралось красочное представление, которое объединило детей и взрослых. Кто-то пришел посмотреть на выступления своих детей, а кого-то заинтересовала новая динамичная программа. В числе зрителей была и наша съемочная группа. Год от года городской центр культуры продолжает удивлять орловцев нестандартными творческими концертами. Вот и на этот раз для публики приготовили сюрприз. Капитан Боцман сейчас готовится отплыть. Мы все готовы появиться на этом корабле. Творчество. Собираем всех талантливых детей и уходим. Боцман с командой матросов не просто драяли палубу, но и боролись со злом. Удобил он 49 кораблей. И вашему кораблику она. Для того, чтобы зла во всех его проявлениях становилось все меньше, Елена Майорова каждый год при поддержке своих творческих коллективов устраивает благотворительные концерты. Они будут и в новом сезоне. Михаил Вдовин говорит, что маленькие артисты городского центра культуры его вдохновляют. Это удивительные ученики. Это удивительные такие, действительно очень душевные люди. Я хотел бы сегодня поздравить их с наступлением вот такого замечательного праздника. Пожелать больше учеников, больше творчества, больше креатива и больше, чтобы у них было настроение в душе. 70 коллективов всевозможных направлений, включая борьбу, моделирование, танцы, гимнастику и многие другие. Все они находят в городском центре культуры свой второй дом и площадку для реализации творческих планов. Убедиться в этом смогли все присутствующие на концерте. Школьная форма, пеналы, чернильницы и многое другое. В Краевеческом музее открыли выставку, посвященную школе. Некоторым экспонатам насчитываются ни год и ни два, а многие десятилетия. Экспонаты к выставке собирали по домам. Для этого специально проводили акцию, на которую охотно откликнулись местные жители и безвозмездно предоставили учебники разных лет. Самые раритетные относятся к 30-м годам. Основная же масса датируется периодами с 40-х по 80-е. По мнению директора музея, выставка будет интересна как родителям, так и школьникам. Очень много фото, материалов. Рассказывается о наших выдающихся земляках, которые внесли большой вклад в образовательный процесс, в частности, в авторство школьных учебников. Поэтому мы думаем, что эта выставка будет интересна и жителям нашего города, гостям нашего города. Выставку подготовила Людмила Яновская. Часть экспонатов – ее фамильные ценности. Здесь интересный очень документ. Аттестат об окончании средней школы номер 6, выпускника средней школы Анатолия Николаевича Яновского, датированной 37-м годом. Это мой отец, да. Оформила плакаты советского периода Юлия Ларина. Кстати, агитматериалы из фондов музея довольно редкие. А вот школьная форма уже до перестроечного периода. Многие орловчане 38-40 лет могут найти подобное облачение былых лет в шкафах со старыми вещами, либо на школьных фотографиях. Сравнить свою форму с историческими экземплярами или вспомнить школьную пору в музей можно в течение месяца. В гостях на Первом областном побывали «Бабкины внуки» ансамбля русской песни из Брянска. Коллектив, созданный пять лет назад, с каждым годом набирает популярность не только у нас в стране. Музыканты поделились своим творчеством и планами на будущее. Мы поем старинные песни, песни наших бабушек, наших и как бы здесь такое название, именно как мы бабкины, бабушкины внуки, вот так поем их песни. То есть нет определенной какой-то бабушки, за которую вы закреплены? Была у нас бабушка, она есть, на самый первый концерт мы вышли вместе с моей мамой, вот, и она у нас была такой бабушка, а мы были ее внуками, ну так мы обыграли, и в итоге вот остались мы бабкиными внуками. На следующей неделе смотрите полную беседу с музыкантами в программе «Звездное интервью». День памяти Ивана Сергеевича Тургенева прошел на дворянке в формате литературно-музыкального вечера. По идее организаторов он должен был поспособствовать чтению классики у современной молодежи. Артистов не смущали капризы погоды, периодически накрапывал дождь, но они самозабвенно продолжали читать выдержки из дворянского гнезда. Студентам Института культуры не привыкать выходить в нарядах тургеневских героев. Посмотреть на представление, возможно, и чему-либо научиться у студентов вузов творческого пришли студенты Института, находящегося в непосредственной близости к месту действия. Михаил Вдовин, благоговейно ловящий каждую фразу со сцены, уверен, что мероприятие найдет отклик в сердцах горожан, прежде всего, молодого поколения. Однако, что писал классик, многие молодые люди затруднялись ответить. Какое произведение вам больше нравится? Один, наверное. Я не знаю. Читали Тургенева когда-нибудь? Литературный вечер Михаил Вдовин организовал вместе с Объединенным музеем Тургенева. Тот национальный код, который мы, хранители музейные, вот сейчас несем, чтобы они себя впитали и передали последующим поколениям. Вопреки ожиданиям депутата, праздник особенно понравился старшему поколению. Почитатели таланта Тургенева пришли в этот вечер с цветами, для того, чтобы возложить их к памятнику прославленного классика. Мы сегодня вот сидим здесь на скамеечке. Такая атмосфера, прям Тургеневская атмосфера. И возобновляют чувство красоты, чувство благодарности исторической памяти. Чем заполнить время на предстоящей неделе, узнаете из афиши. 5 сентября на сцене Дворца пионеров и школьников состоится премьера спектакля «Дурочка и зэк» в постановке Театра «Свободное пространство» в 18 часов. 6 сентября на сцене Центра народного творчества спектакль этого же театра «Были слезы больше глаз» в 18 часов. На сцене Дворца пионеров и школьников постановка Театра «Свободное пространство. Я не вернусь» в 18 часов. 8 сентября на сцене Дворца пионеров и школьников постановка Театра «Свободное пространство. С любимыми не расставайтесь» в 19 часов. 9 сентября на этой же сцене постановка этого же театра «Кастинг» в 19 часов. В Крыльевическом музее продолжается выставка «Стеклозелья». Там же открылась новая экспозиция, посвященная первому сентября. Каждую субботу в 20.05 смотрите программу «Исторический квартал» с Виктором Левцовым. Вас ждет продолжение экскурсии по тургеневским местам. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok